Привет, Эдуард на связи и у меня для вас есть несколько очень крутых новостей, так что слушайте внимательно. В ближайшее время я запускаю тренинговый портал MyTeam, то есть так будет называться моя команда. Все очень просто, MyTeam, моя команда. На этом портале будет масса видеоуроков, благодаря которым вы сможете существенно улучшить свои результаты в заработке через интернет. Даже если вы новичок, всю необходимую информацию для эффективной работы, эффективного построения сети и заработка через мир инвестиций, сетевого маркетинга, все там вы найдете. И даже как инвестор, и как сетевик, и как комбинация этих двух замечательных доходных профессий. И самое главное, на этой тренинговой платформе будут также присутствовать различные мастера своих отраслей. И таким образом, 3 сентября в 7 часов вечера по московскому времени всем партнерам в нашей команде будет доступен двухчасовой мастер-класс, который будет проводить Сергей Войтюк, который является официальным тренером YouTube Академии. То есть он ими сертифицирован. Он часто летает к ним в головной офис в Соединенные Штаты Америки. Он ведет множество крупных каналов-миллионников и в том числе ведет крупные криптовалютные каналы. Поэтому финансовая тематика для него не чужда. Он уже ознакомился с проектом Биталиум, который я веду, и специально будет ориентировать мастер-класс для того, чтобы вы могли, используя YouTube, получить там максимальный результат. А самое главное, все эти тренинги, все эти уроки для партнеров нашей команды, команды MyTeam, будут доступны бесплатно. Как стать партнером команды? Ну, нужно быть партнером как минимум хотя бы в одном проекте, который есть в составе нашей команды. На данный момент пока что это только проект Биталиум. Поэтому если у вас там есть хотя бы депозит 100 долларов, все эти плюшки будут вам доступны бесплатно. Плюс ко всему для вас это дополнительный инструмент, дополнительное преимущество, благодаря которому вы можете приглашать людей в свою структуру. Ведь им также все это будет доступно. Другой важной новостью, о которой я хотел бы с вами сегодня поделиться, это тем, во что сегодня превращается проект Биталиум и во что вырисовывается современная картина и как долго он еще может прожить. Этой новостью я уже поделился в нашем телеграм-чате, ссылочку на который есть уже в описании. Здесь у нас уже почти 500 активных участников и всего в проекте, кстати, нас уже на текущий момент 7747 партнеров. Три семерки это явно знаковое число. И вот в этом чате я уже сегодня скинул видео. Давайте его посмотрим. Это фотография. Вот партнеры, лидеры турецкие в рамках данного проекта. На текущий момент уже встретились в Турции, в Измире, так как завтра будет первое оффлайн-мероприятие в рамках проекта Биталиум, первая земная презентация в Турции и вообще во всем проекте. То есть это город Измир. На 13 сентября уже запланирована презентация в Стамбуле и 27 сентября будет презентация в Анталии, собственно, где я сейчас и нахожусь. И это будет самая крупная презентация, я также на ней буду присутствовать. И это просто шикарно, ребята, все только начинается. И сейчас я хотел бы перечислить 6 важнейших пунктов, по которым я отбираю проекты и которые по моему опыту, а опыт у меня уже достаточно большой, я более 8 лет в таких проектах, позволяют проектам долго работать. Соответственно, людям, которые в них участвуют, позволяют много зарабатывать. Ну и первое, конечно же, это важно, чтобы администрация проекта не была нищей. То, что ребята здесь не нищие, запускали этот проект, нам было известно еще с самого старта, когда еще до его старта, то есть до сбора средств, на одном из биржевых аккаунтов, я лично видел и это показывал на своих видео, у ребят под управлением их личных средств было более 700 биткоинов. На тот момент это было около 10 миллионов долларов. То есть важно, чтобы админы не были бомжами, чтобы они при первых деньгах не слились. Здесь явно не бомжи. То есть первый пункт выполнен. Второй важный пункт – это международное развитие. То, как проект по международке развивается, я думаю, вы уже видите. И это важно, чтобы разные страны развивались попутно и чтобы это были культурно обобщенные отдельные команды. Потому как если какая-то страна заглохнет, то другая страна будет вытягивать проект. И, как правило, международные проекты живут гораздо дольше, чем те, которые развиваются только в одной какой-то конкретной стране. «Биталиум» с самого старта – это именно такой международный проект. Это важно. Третье – это подготовка. Подготовка у проекта просто шикарная. Начиная с того, что раз в две недели здесь читает тренинги Джим Кэткарт, всемирно известный американский бизнес-тренер, автор более 20 книг. И раз в две недели он специально для партнеров в проекте «Биталиум» читает свои суперские тренинги. И, блин, это реально круто. Документы Швейцарии. Швейцарские документы – это тоже очень важно, потому что это придает, во-первых, уверенности в проекте, что ребята подготовили его, и они понимают, во что они макаются. Это очень серьезно. И то, что у проекта документы не липовые – это тоже очень круто. Я сегодня встречался с двумя сетевиками, вот как раз здесь, буквально несколько часов назад. Они мне сейчас рассказывали, как они подписали женщину-стевичку из Германии, и она вдоль и поперек по своим каналам также проверила документы проекта «Биталиум» в регистрации в Швейцарии. Кстати, ссылочку на реестр «Биталиум» в Швейцарии оставлю в описании, так что также можете сами проверить. И она сказала, что она такого еще не видела, чтобы проект с таким пассивом до 10% в месяц был реально зареган на настоящие документы в Швейцарии, и чтобы там действительно находился офис, то есть не нарисованный какой-то, а действительно откуда читают вебинары. То есть она такого не видела. И знаете, я тоже такого не видел. Если вы встречали когда-либо подобный проект, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, потому что я на своей памяти такого не помню. Это крутая подготовка. Далее, отличный SEO. Третье, это те счета на биржах, которые дают смотреть. То есть не просто смотреть там какие-то видео, скриншоты, а мы с вами, собственно, соединяемся с ними через Teamweaver. Это такая программа, которая позволяет управлять чужим компьютером удаленно. То есть и у нас на презентациях, и лидеры крупные могут получить такую связь. То есть мы связываемся. И даже вот недавно у нас было такое, что мы смотрим просто в онлайне. Я сам лично, и вот многие наши ребята из нашей команды тоже проверяли, то есть соединялись и проверяли истории операции и торги. И вот совсем недавно нам показали еще один из счетов компании, где они сделали плюс 85% за первые 75 дней в биткоине. То есть это вот прям круто. То есть подготовка прям шикарная. В биталиуме это тоже есть. Это третий пункт. Четвертый пункт – это маркетинг. И вот, ребята, здесь очень важно. Инвестора в такие темы очень редко читают маркетинг именно партнерский. А очень зря. Потому что вы должны понимать, какая часть ваших денег, которые вы инвестируете, расходится по рукам тех, кто качает этот проект. Поэтому даже если вы не сетевик, вам все равно нужно изучать партнерский маркетинг. И здесь в биталиуме все круто. 25% уходит на партнерку, а остальное, собственно, остается инвесторам. То есть это именно та цифра, по моему опыту, 25%, что позволяет, во-первых, много не щипать кассу. И этого достаточно, чтобы сетевики тему двигали, и она работала дальше. То есть если процент уже меньше, то не так интересно тему двигать. Если процент выше, то это слишком много отщипывается от инвесторского депозита. И существенно снижает математическое ожидание проекта. А, соответственно, гораздо меньше людей в нем заработают и гораздо больше потеряют. И это уже никуда не годится. В биталиуме шикарное просто соотношение. И лучше, собственно, не придумаешь. 25% это идеально на моей памяти. То есть если проект, скажем, сейчас есть такие проекты, где 50% входит на маркетинг. Конечно, сетевикам хорошо, но хорошо им будет недолго. Потому что если проект предлагает, скажем, 25% в месяц, то при таком раскладе, из-за того, что половина уходит на маркетинг, плюс еще расходы поведения у проекта, различные промоушены, плюс интерес администрации, плюс наемные сотрудники. И получается, что проекту по факту нужно увеличивать от предыдущего значения свою динамику не на 25%, а на 70% или даже 80%. А сохранять такую динамику долго и стабильно, ну, крайне сложно. И какие-то первые небольшие трудности проекта такого в итоге приведут к тому, что он скоманется. И поэтому обращающихся к сетевикам, которые качают подобные проекты, ребята, вы заработаете много, но продолжаться это будет недолго. И инвесторам наверняка в такие темы лучше вообще не соваться, потому что есть просто математика. И если вы не знаете, что такое математическое ожидание, то почитайте об этом, пожалуйста, сейчас. Я думаю, вы много чего узнаете об этом. Вот. Математическое ожидание в Биталиуме высокое. Маркетинг отлично сбалансирован. И он интересен сетевикам. То есть он комбинирован. Это и бинар, и линейка сразу на 5 уровней открыта, и премии. И я считаю, что это просто шикарно. То есть маркетинг – это четвертый важный пункт для того, чтобы тема долго работала. Пятым важным пунктом, на мой взгляд, является динамика развития проекта. То есть то, о чем мы говорили. Понятное дело, что проект может пытаться как-то заработать на крипте, на трейдинге, как-то попытаться приумножить свои деньги инвесторов на стороне. Но будем все-таки относиться к этим проектам как к хайпам и как к пирамидам. И что предыдущим за счет последующих. И опираясь на это, можно рассчитывать ту динамику, с которой проект должен развиваться. Значит, развитие проекта должно быть не скачкообразным и не быстрым. Оно должно быть оптимальным для того, чтобы проект долго работал. То есть это должно быть постепенно. Для того, чтобы понять это, ну, допустим, проект запустился, и в первый месяц с него вложили миллион долларов. Для того, чтобы он нормально работал, нужно, чтобы на второй месяц в него вложились 30% в месяц, там партнер какая-то, чтобы в него вложили еще 450 тысяч долларов. Тогда там динамика плюс 45% для него будет оптимальной. Если же на второй месяц с него вложат еще 5 миллионов долларов, то на третий месяц, то есть вместо 450 вложат 5 миллионов долларов, то есть в 5 раз быстрее, да, проект развивает, в 10 раз быстрее, чем нужно, то в таком случае опираться на следующий месяц уже, да, плюс эти 45, 50 или 80% там в зависимости от маркетинга, да, проект должен прибавлять от той суммы, которая уже есть. То есть это нагрузка. То есть в текущий момент это круто, когда много заходит, но если заглядывать вперед, то это очень плохо. Так это называется в инвестиционной хаб-сфере, это называется закидоном. Часто такие вещи происходят с проектами СНГшными. На старте люди просто закидывают, а потом этот проект никто не качает, и первые сложности приводят к скаму. В Биталиуме, в чате, кстати, еще раз повторяю, ссылочка на чат будет в описании под этим видео, динамика плавная, и каждое 26 число, а стартал проект 26 мая, я скидываю подробные отчеты расширения нашей команды, динамики нашей команды, и динамика у нас в данном проекте просто одна из самых идеальных из всех, что я видел. То есть развивается все плавненько-плавненько, и на текущий момент у нас 1 451 000 почти долларов оборота, это в нашей команде, да, то есть есть еще другие команды, но это для проекта такого масштаба немного. И мы как раз, я вот сейчас 26 число будет, я буду снова скидывать результаты в чат, и уже сейчас я могу сказать, что мы четко выполнили план, и даже чуть-чуть больше, именно тот идеальный план, который необходим для того, чтобы проект плавно развивался, без скачков, и это еще один сигнал тому, что проект будет долго работать. Ну и последний пункт, который я хотел бы выделить сегодня, это то, чтобы проект развивался не только через онлайн, но и по земле. И до текущего момента проект развивался только через онлайн, ну вы это сами видели. Сейчас же, как вы понимаете, я то, что говорил в самом начале, начинаются мероприятия в Турции. Два, три, Биталиум! И комбинация такого развития, когда сочетается онлайн плюс офлайн, дает максимальное здоровье проекту. И все эти факторы говорят не о том, что проект Биталиум находится только в самом начале своего пути, и впереди нас с вами ждет очень-очень много всего интересного и большие заработки. Поэтому, ребята, опирайтесь на все эти факторы, используйте их при выборе в будущем каких-то других проектов. Если вы видите, что это все сочетается, то вероятности для того, чтобы вы здесь заработали, очень высоки. Конечно, в любом случае нигде не следует забывать о рисках, любые инвестиции – это риски, и нужно помнить об этом, и не участвовать там кредитными, заемными средствами, а только тем, что вы можете позволить себе потерять. В любом случае, сейчас я делаю ставку на Биталиум, и я собираюсь скачать только Биталиум, и я думаю, что эта тема многих из нас очень серьезно озолотит и сможет даже поменять наши жизни. Поэтому, учитывая все эти факторы, плюс прелести нашей команды, и вот этот портал MyTeam, и конкурсы у нас регулярно проходят, и плюс у нас раз в две недели презентация от нашей команды с розыгрышем призов, мы делаем все, чтобы вам было проще работать и проще зарабатывать. Поэтому присоединяйтесь и зарабатывайте. Ссылочка для регистрации будет в описании, там же будет ссылка на видеоинструкцию, где я подробно рассказываю, как здесь зарегистрироваться, как совершать депозиты, как выводить прибыль. И это отличный инструмент для диверсификации рисков, и для того, чтобы защитить себя от просадок, например, на той же крипте. Я бы советовал вам часть своих денег инвестировать как раз-таки в Биталиум, и проценты от них переводить уже в криптовалюты, и тем самым делать себе такую усовершенствовую модель усреднения, усреднения своего капитала, захода в рынок. Поэтому это действительно круто. Так что будьте как инвестор, будьте как сетевик, а лучше и то, и другое, и зарабатывайте крупные деньги. Ну, а я в свою очередь хочу вас всех поздравить, тех, кто уже с нами в этом проекте, и тех, кто к нам в ближайшее время присоединится. И желаю вам всем жирного профита. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok